привет друзья всем привет сегодня снова распаковка на сей раз это светильники от фирмы торговой марки птера спасибо олегу кухарчик у он предоставил нам целых три светильника морской серии 90 сантиметров 60 и 30 и 30 на тест нам с контроллерами 33 уровня пленки ребята смотрите хочу вам показать это вообще на самом деле очень круто действительно очень хорошо запакованные светильники последний слой пленки и начнем коробки скажем так невыразительные ну понятно что светильник должен быть бюджетный скажем поэтому делать какую-то яркую коробку эта задача непростая давай вот видите ptero marine ray называется ray marine от 60 до 80 сантиметров написано подходит этот светильник это который на 60 сантиметров сейчас мы да мы не ну мы включим в розетку посмотрим что там за диоды например очень интересно потому что какой-никакой опыт есть у нас работы уже светодиодами светодиодными светильниками вот значит 30 . и самый большой тут вообще от 90 до метр 10 мотор да я пока из честно не вижу где контроллеры я тебе подскажу где контролер на не внутри как я один светильник уже распаковывал контроллер внутри как распаковал клиента один клиент такой светильник я его распаковывается не переживай между мой когда ты успел просыпать а как тогда подскажи мне нужно открывать а все я нашел вход я нашел вход так хорошо сделано что не не видно где вход ох да очень красивый смотрите на ножках на ножках диодов много судя по цвету они разные ножки они разные так это что это питание адаптер питания но контроллеров нет где-то вот адаптер питания да вот такой у нас первый первый такой у нас инструкция с гарантийным талоном вот из интересной информации я нашел что там защита ip54 это наверно какой-то высокий класс защиты и на английском так смотрите откроем теперь вот шестьдесятку открываем и они очень красивые они прям и не габаритные но красивые мне очень нравится такой тоненькая полосочка видите здесь два блока этих но здесь тоже самое принципе блок питания и гарантия и дойдем до самого большого самом деле светильник простой да вот здесь контроллер светильник простой но нас усложнять некоторых случаях бывает даже не нужно нужно делать просто 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 он довольно тонкий вот то есть ребристость идет как интересно охлаждение проходит если идет ребристость это уже хорошо это уже хорошо будем смотреть вот смотрите какая какие чудесные штуки это контроллеры смотрите какая штуки как это что все выглядит то тут четыре кнопочки диодный датчик пока непонятно как оно работает скажу тебе так что эту штуку надо отдельно будет изучить потому что ну тем не менее вот здесь вот инструкция здесь она мелковатая мы возьмем потом глупу не это нормально все днис или с ним будем старые не старый то есть тут написано все поэтапно как что где но по русски да да то есть в неведении птера нас не оставила тут все по-русски опять гарантийный лист очень очень молодцы вот естественно как это руки чешутся хочется его включить вот самый большой контроллер не контроллер имею самый большой светильник адаптер сейчас мы его включим тебе нравится как на ощупь да очень хороший очень хороший то есть не он не дряхлый ничего да очень все тут супер пупер да смотрите диодов много я буквально недавно смотрел аквариум на похожем светильнике правда китайском не очень понравился очень красивый цвет о смотрите тут есть красный зеленый синий белый то есть по спектрам хорошо напоминает тот который у меня дома то есть диодная там тоже зеленых немного красных и вот давай включим на фраговик часто его выключи и пойдем его поставим на фраговик и посмотрим как же это будет а микрофон 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 начинаем рассказ по паре 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 папа щедро закладочка будто он был создан для нашего фраговика и так сейчас мы его подключен да хорошо хорошо вот мы его поднимем как бы повыше думаю будет еще лучше сейчас мы поставим на маленький аквариум 60 литров давай давай поставим сейчас я его тут тогда расставлю у нас на маленьком аквариуме розетка вот там далеченько ну ничего мы дотянем визуально он смотрится просто скажите снимаешь наш комплект не комплект посмотри какой он уже красивый да уже у него есть пенник у него уже есть камешки камешки какие-то у него есть камешки ребят и мы будем снимать днис александр закрепил мне телефон телефон микрофон ребят смотрите мы приготовили специальные сухие камешки срк и будем наверное сегодня снимать да денис клеить композицию будем композицию заливать водой но это мы более детально уже будем снимать скажем отдельно этот аквариум мы будем запуск снимать сейчас мы просто включим и посмотрим скажем предварительно специальная система такая что она зажала на свет выйди на клипсу просто так его не снять если не нажать здесь я не знаю хорошо это или плохо значит там ребенок или еще как-то случайно он вряд ли отключится самое главное что мы будем показывать запустим этот аквариум на этом свете с этим светом и будем показывать его развитие то есть видео это будет не одно их будет о ну симпатичненько а как думаешь хватит и он будет достаточный для этого объема денис мы будем пробовать но мы будем будем пробовать наверное тут сп эти мягкие кораллы это будет простой аквариум с мягкими кораллами мы популяризируем мягкие кораллы то есть видите потом мы еще посмотрим контроллером как управляются эти каналы и каналы не управляются он только притушивается ну как он контроллер в этом светильнике как я понял мы будем разбираться он только диммирует ну то есть общую мощность он уменьшает увеличивается и там таймер встроена то есть можно делать такой некий закат некий рассвет по каналам он как я понял я читал про него описание он не управляется но это тоже уже плюс будем пробовать будем пробовать последний мой китайский светильник да и даже этот джебао который я приобрел у них всех проблема это короткий провод провод рассчитан максимум ну я не знаю там на полметра до метра они экономят они экономят не знаю что они делают здесь один из позитивов и плюсов это длинный провод сейчас я вам растяну его по максимуму даже на маленьком размере покажу какой он длинный я считаю это хорошо потому что ну аквариумы и там удлинители не всегда у всех стоят прям возле аквариума понятно что лучше в тумбочку затянуть колодку с этим ну смотрите какой длинный какой длинный провод здесь наверное метра ну наверно два с половиной